Картошку сегодня прорежем. 20 июня 2014 года. Ну еще налей маленько. Березовка. Березовка? Ты сам набирал ее? Да. Где-то литров 300 набрал. Я уже пораздавал, конечно. Ой, господи, помимо. Так воду подаешь, если... Скажи, Березовка, ты будешь пить за Березовку? Да нет. Значит, от Сергея Павловна Егорыченко поел? Да. Сейчас покажи, что он делает. Это просто смотри. Вот от дерева примерно метров 10. И там виды я прорубил. И она идет прорубленная через крапиву прямо против тополя. И дальше сойди везде, покажи деревья. Объясни это, почему засохли. Подъем вот. И как там бобры потрудились. А потом не вырубай. Придешь сюда, пока погоду покажи и сам покажешь, как делать. Ты маленько еще разреши? Да, пожалуйста. Я не знаю, все сегодня так это. Сошарашиваю сталось. Пускай на солнце греется. И надо дома выставить там у тебя на подоконник, чтобы всегда можно было брать. Не с холодильника. С холодильника опасно. Вот так. Так, моя ладьяпка, вон где? Да. Ну подойди, ты смотри. А то можешь ему дать в руки. Покажи, как сам ведешь. Чтобы он точно снял момент, как снятия. Вот уже жуки появились. Вот они, красавцы. Их хватает уже. Вон они сидят. Красавцы наши. Колорадские. Все, их давлю только. Он вообще избежал от меня. Вот так. Ну вот уже в одном ролике я уже показывал этот агрегат, который пропал. Вот его плоды в междуряде. Сейчас вот Сергей Егорович прочистит его. Конечно, чем меньше трава, тем он лучше идет. Когда высокая, она набивается. Тем более, сегодня дождь был с утра. Ночью вернее. Поэтому земля сыроватая идет. Тем более, в горку тяжеловато тоже идет. Так неплохо. А тут уже между самими этими гнездами уже тяпочкой подрабатываем. В том числе время уже начнем окучивать. Сейчас только пока убираем сорняки. Вот еще сидят, уже размножаются. Сколько их тут развелось. Уйма. Только Игорь Глужков это сделал агрегат. Надо будет этот руль сделать поменьше. Чтобы было пониже, вернее. там увидишь, что это подходи к камеру в краю. В том году вообще жутко лорадский. Половина, тут не половина, а вот в этом участке вот именно, здесь, где я показывал, много картошки поседал саму ботву эту. просто кишилы его собирали, собирали тазиками и все равно размножался. то есть, без специальной обработки не обойтись. Вручную. Тем более, мы постоянно отлучаемся на общей работе, а это время они размножаются и увеличатся числом. Все, потом их вот они опять уже сидят. Красавцы наши. С виду красивые, но вредители. Как там, один ролик мы смотрели, одна женщина советовала, что ребятишки, говорит, как-то один год оставили у ней банку, говорит, с колорадскими жуками, закрытыми, говорит, вроде после этого жуков у них не стало на огороде на следующий год. Нет, это обман. Я две банки оставлял, решил, знал, что это глупость, но решил попробовать. Ничего не получилось. Как они были, так и есть эти жуки. Сейчас вот весной убрал банки эти. Куча их. Жалко просто проходить мимо, пропустить их, чтобы не раздавить. раздавить. Здесь они размножаются. Вот это вот Игнатьич, постарался, пошел посмотреть тут, как бобер работал. Сейчас я покажу. Вот сейчас тут он поработал, как говорят, на славу. Трудяга ночной. Днем ты его не свистишь, не увидишь. А вот ночью он работает тут. Я тут даже столбушки брал, сосинок. Отработкой смазал, да, в землю их. вот его следы работы. Вот, посмотрите, видно, что зубы его кору так счищал. То есть, он не только свалил, но еще и почистил все. Вот это его работа тоже. Вот зубики его тоже остались. Видно, что пауты появились. Кусается сильно. Кроме комаров. Вот он так вот и почищает их. Сейчас покажу сам пенек. Вот он, пенек. Это его работа. Трудится. Вот тоже лежат отищенные полностью от коры. Пожалуйста, стройматериал готов. Ошкуривать не надо в кое-каком месте. Вот какая длина большая. Завалил он ее. А там вообще вон бревно лежит. Дерево какое большое. Здоровое какое. все его работа. Березки вода увеличилась. Березки стоят в воде. А в воде стоит она уже начинает сохнуть. Будет вернее начинать. Вот эти засохли уже. стоят раз влаги перенасыщение корни погибают. все показал. Вот у него подплывы от его он тут натворил. То ли корни подгрызал, то ли как я недавно по скайпу с одним беседовал. Он говорит я все это умею. Бобров ловил уже не одну штуку. Специальные петли ставлю. Капканы. Когда мы пробовали у нас одни адаптер попались. ни одного бобра не попалось. Вот так вот. Это вот кустистое дерево называется ветла. Оно издалека вообще смотрится такое с шапками. Земля хорошая, плодородная. Сорняк буйствует просто здесь. У нас и так тут огород 20 соток. Больше уже не разрабатываем. Хватит этого. есть есть. Есть другие агрегаты вот. Это только для того, чтобы пропалывать. Есть еще, чтобы можно было окучивать. В основном я видел, там показывают, земля более-менее такая как бы твердая. И он спокойно проходит. у нас тут она немножко бугристая такая, еще и сырая после дождя. И потому сложно идет. Да и сорняк уже надо было раньше это делать все. Опять же кух видел, пройти мимо не могу. Они показали нам в том году на что они способны. если плохо с ними бороться. Мы уже личинок наоткладывали яичек вине. Много очень. Красавцы наши. Я их просто давлю и все. Потом приду руки помою с мылом. здесь мы весь этот участок посадили с матушкой Людмилой вдвоем за два дня. Садили не спеша. Я в каждую лунку бросал по горсти перегноя на тачке подвозил. Время конечно дольше уходило, но зато удобрялось подвозил. земля. Вот это мне в этом году Евгений Яичук здесь живет по соседству в доме в том. Он себе очищал участок из-под навоза. Хотел вывозить вернее на свалку. Зачем на свалку? Вот ко мне говорю. Это он мне здесь трактором навалил. А потом буду раскидывать уже в дальнейшем. Может по осени, может кто-то знает раньше еще. Так в основном картошка хорошо зашла. Слава Богу. сорт Адретто. Матушка говорит, такая она немножко желтизна. Хорошая картошка. На ней, правда, глазков маловато, но вырастает она хорошо. Хорошие кусты большие с ними. соломку я бросал. Вот так он идет. А Игнать значит уже между гнездами допалывает. Сил конечно больше тратится. Сколько у тебя соток картошки? Здесь. А? Здесь. Здесь. 20. 20. Ты знаешь, что напоминает мне? Что? Один старик купил в соседнем селе соли. Ну купил 16 килограмм. Думает не унести. А потом попробовал. Да он меня обманул, говорю. Тут 10 килограмм не будет. Прошел километра два до другой деревни то нет. Пожалуй он точно отвесил. Еще два километра прошел. Дайка насмеялся над стариком. Килограмм 20 навешал, наверное. так и говорит сколько до сяди веселата. Ну я на машине еду километров наверное 10. Смотрит велосипедист едет сколько до километров 15 будет. А для меня все 20. Вот любой вопрос так и решается. Какие шансы? Вот этот бороздит это здорово. Но ты помянул что на две может она быть. это еще бы здоровее было. И тянуть впереди пузом толкать. Как отец Карп говорил завтра свои дать все будете. Да башкой мне в пузо не давите. Это бабушки которые исповедуются в Прокопьевске городе. Ну что сказать на это. Попробовать можно конечно. Веревку перемещать крутить тащить. Так это на одну сторону тащить а тогда обратно как не знаю. А то надо ролик смотреть. А то они с помощью лебедки тянули. Надо ролик посмотреть. Ты вот что сейчас покажи как ты будешь делать. Это твое изобретение. Ты прямо из интернета взял? Ой на ногу уронили. О проси это Игорь Глышков увидел в интернете и вот сделал такую штуку. он сам сделал ты рекомендовал да? Не 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 так ну отбери у него. Это его агрегат давай бери Сергей Егорович отдай машинку. У меня агрегат два колесика здесь ниже. У нас еще старых велосипедов штук 10 мы можем на продажу выставить. Подожди он повернулся повернулся и загнулся кроме того Володя вообще кое-как отобрал у него дай Сергею маленько побаловаться во-первых он руль под себя делал Игорь выше меня Глышков а здесь трубка не загоняется вот сюда она должна загоняться еще что-то надо приварить нет надо уменьшить неудобно давить высоко слишком высоко а как это сделать вот эта трубка должна туда заходить вовнутрь вот здесь откручивается и должна вовнутрь заходить она у него не заходит второй руль такой же самый сделать параллельный сюда вот такой самый поставить сюда и ниже будет ну не знаю а вдруг этот мешаться будет не будем мешаться не будет только плечами не нам все агрегат отдельно надо делать ты прав конечно вот мы никогда этого не знали знали тяпать да и все кизяк делали а кизяк это с соломой вместе навоз у нас немец дядя Яша был мы делаем топчем воду добавляет на лошади верхом перетоптать такую массу делает а потом станок два кирпича большие как кирпичи и сушатся бабки ставятся так потом кущи и вот получается высохнут зимой топятся дядя Яша кричит а у вас там говно хорошее а нам смешно навоз навоз да навоз не надо нам поменьше можно а у него жена была Катя но они хорошие люди были а нам смешно они не точно по-русски говорят она пришла матерь рассказывает ой Марья а у нас птицы там ох и жирный уткин муж мы селезень мы смеемся а сами это по-немецки ни одного слова не знаем а их помол что-то Сталин турнул войну под подозрение а им что делать он маркетанничал помогал скотину забивать подкастрировать сад колхозный пасека все на нем было Яков Яшенька Яков Севастьянович Эрлих Эрлих означает честный фамилия Эвальд был Артур Артур со мной учился Роберт Эльвира Ребятишки какие С Артуром я учился вместе спокойный приятный и он мне помогал немецкий язык утверждать картошка прямо перед тобой самый свет картошки уехал он в Германию там Артур потом вернулся что-то тут не знаю семейной жизни неладно приезжал потеряевку и такой довольный говорит у нас из нашего выпуска хоть один человек в люди выбился я говорю я знал всегда что у тебя хорошо все да нет это я про вас говорю куда я выбился я на самом низу пирамиды нахожусь перед тобой картошка опять ну надо тащить все время там должна острая быть как бритва ну да да домой придем наточим это вот домик режем даем тут ночевать когда-то тот же человек который старался все а потом с ума сошел начал блудить безобразничать хулить православие и ушел неизвестно куда и теперь теперь выступает самыми гнусыми словами дэээс они действительны. Действительно, это там где-то что-то от Германа Стерлигова или Славик Крашенинников. А это вот видится как раз озеро наше. Лагерный пруд назывался Камагориха. Камагоровы, видать, были тут. Да, сколько воспоминаний. А тут жил один милиционер. Дружинин Геннадий Петрович, подполковник. К сыну приехал. Ну, до того пакостный мужик прокуратуру засыпал сведениями о нас. Кого-то ограбили, что-то какая-то, бандформирование военное. А сам все время пьет. Корешок хрена на три литра спирта разводил. А сын ушел в сектанты-веретики. Какая-то еврейская организация в НСР помогает выезжать отсюда. В Израиле. Видимо, евреям. При условии, чтобы они никому о Христе не говорили. И вот он здесь начал ляпать. Здесь самона. Пришлось им все это продать. Он кирпичом обложили. Гостиницу сделали. Я говорю вот об этом домике. Если не видели, кто. Я по огороду сейчас иду. Подойти и Романа Малыша в эту усадьбу. Благослови его, Господи. И доски привез. И закрыл. И все-то у него. Руки золотые. Ну, в семейной жизни две жены там остались. Стали поговорить, что нашел тут третью. И про это я не знаю. То не касается. Вот глина. Вот глина, песок. Договаривался печку, чтобы я ему сделал. Ну, все нормально. Мы ни грамма ни в чем не изменились. Он в одну ночь изменился. А вот это кирпичом обложили этого милиционера. А тогда был Риперт Юрий Николаевич. Прокурор Мамонтского района Алтайского края. Показывает. Целая пачка, говорит. Вот столько на вас показаний. Я говорю, а почему вы никаких мер не принимаете? Так что принимать, смеется. У меня обидно, что больной человек. Это куда же это годится. Такое пишет там. Чуть ли не каждый день убивает кого-то. Вот так поговорили. А я вел занятия во всех отделах милиции. А тут пять отделов милиции районных. Городское УВД и Краевое. Я во всех их много лет вел занятия. За мной заезжали, увозили. Заказывают тему об экстремизме. О послушании, о воровстве. Ну, любую тему. И начальник УВД края генерал-майор был. Вальков. Пострадал из-за Евдокимова. Друг был Путина. Путин приехал, а его снял за то, что у него сопроводительная машина была снята. 200 километров, если гнал, или там 150, какая за тобой угонится. Куда торопился? Ну, то свет летел в воздухе, ударился, и все, смерть мгновенная. Евдокимов Михаил Сергеевич. Владимир Владимир Владимирович Путин приезжал хоронить. И с этого момента говорят так. Его сразу сняли, этого Валькова. А он приезжал по Теряевку. Генерал. Очень хороший человек. Никакой пакости не сделает. И помогал мне каждый год машину, давал детей увозить. Добрые воспоминания остались. Я его знал, когда он еще просто был невысоким офицером. Вот показал я здесь все. Это Романов. Тут дальше вагон. Как он пристроит, вот что сделал. Все пришлось ему перепродать. Ну, перепродал, как будто в хорошие руки. Сосед тут есть для сына. Благослови Господи. Это наш огород. Много тут. Придется тут сразу по-другому грань провести. Это все отдать им. Дай Бог, чтобы все по согласию было. А этот-то милиционер, он клеветал непрерывно. Мне пришлось подать в суд. 129-я статья была. Распространение заведомо ложных там измышлений, что-то такое. У него был дружок прокурор, кажется, Широких фамилия, Октябрьского района. А у меня близкий был прокурор края. То сразу его снял. А этот опять начали. Они тут дело решили, потом закрыли как бы дело, что за клевету его не трогать. А меня не уведомили. И ровно на сороковой день конец должен быть этого обращения. Инсульт. Этот подполковник милиции внезапно помер. А жена приехала, продала все. Видите, как у Бога все рассчитано. Вот приехал, пакость и делал. У нас нельзя ливать горючее. А тут соседние фермеры. Ну, фермеры, фермеры. И мы еще побыли в соседние селения. Мы его послали, Геннадий Петрович, съездить. И вот он надел форму. И они тут работают. И к ним пошел сказать, чтобы они не сливали горючее в озеро. Где? Ну, руки моют. И долго нет. И пришел туда. А он с ними уже все. Уже предал все дело. И сидит, лежит там с ними, выпивает. И против нас уже огородит. Но явно дело, что ничего у нас не могло с ним получиться лучше. Я на озеро там называется Южный пруд. Два бульдозера нанял. Это так дорого. Вот один привозят за подвоз. Эка, 22 тысячи. За подвоз. За отвоз еще сколько. За каждый час работы полторы тысячи. Ужас один. Тут коровы даже некоторые еще там кололи. И вот получилось так, что он узнал, что на пруду на этом работает бульдозер. Он форму надел подполковника милиции, встал перед тракторами и говорит, работать нельзя. Там на дне стратегический военный кабель. В лесу, в деревне, вдали. И какой стратегический, не знаю. Ну, они остановились, не стали работать. Но внезапно его сатана отпустил. И он, видимо, как вздрогнул, как вот Хаттабыч, когда Вольке показывал из портрета, и снимет волшебца с Вольки-то, и тот вздрогнул. И сразу, да. И это тоже прибежал к моей матери, Марии Егоровне, матери моей. Упал и говорит, Мария Егоровна, что я наделал-то? Я остановил работу у них. У меня черт туда понес, видно. Черт все попутал. Ну, мать что сказала? Ну, молиться надо Геннадию Петровичу. Ну, зачем же так? Таким трудом все делалось. И привезли технику. И теперь, а может, что вылезать, так торисы-то и не стали. И газета написала, отставник. Отставник, как он воевал. Ну, отставник в смысле, на пенсии. И вот такое дело. Вот я стою на одном месте, сколько тут историй. Это как бы его огород, но он его... Нет. Воду тут на ему не стали давать якобы нигде. Я говорю, водки не стали давать, а водки-то и нету. Вот так. Всякие покосники. Все развеялось. Никого нету. Даже следа нету. А он строил где? Он даже в уме не мог предположить. В этом здании одно время мы молились даже. А теперь гостиница там приезжает, люди отдыхают. Роман этому году продал. Через пять лет приеду, буду строиться. Гражданства нет. Его выпроводили в наручниках, наверное. И все. Теперь продал. И уже никакого отношения ни к Потеряевке, ни к чему не имеет. Жизнь сыграл. И об Романе воспоминания до последнего дня только прекрасные. Какой он отзывчивый. Везде помогал. И все. И в один день он с ума сошел. Причастился. Через неделю батюшку определил незаконно. Патриарха нет. Путина нет. Земля здесь нерусская. Незаконно. Чего такое только плел. Даже вообразить нельзя. Ну все это против него и пошло. Его быстренько вызвали. Сказали явиться. Он не явился. Ну сразу арестовали. И под стражей держали. Я посещал даже его. На него ничего нет. Куда ни гляну, где работали. Все с Романом были. Все с улыбкой работал. Ну жалко. Человек не бодрый. А почему? Я считаю блуд мозги сожрал. Вот эти женитьбы неоднократные. Это самое гнусное дело. Вот так. Ну все.